Вопрос двум министрам, Сергею Викторовичу и господину Дюссе. Господин Дюссе очень позитивно отозвался о российской вакцине. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как развивается ковид-дипломатия между двумя странами. Когда планируется зарегистрировать вакцину «Спутник Ви» в стране? Планируется ли поставлять медицинское оборудование в помощи в борьбе с коронавирусом? Как сказал мой коллега, здесь очень важно соблюсти все необходимые процедуры с точки зрения законодательных, нормативных действий правительства. Мы поставляли оборудование, тест-системы, средства индивидуальной защиты, по-моему, почти 30 африканским странам по их запросам. Готовы это делать и впредь, в том числе по запросам наших тагалевских друзей. Что касается вакцины, то она уже зарегистрирована более чем в 30 странах, в том числе и из африканских, по-моему, только три пока. Это Алжир, Тунис и Гвинейская республика. Вот коллеги из ТОГа уже обратились к нам с официальной просьбой о сотрудничестве в деле поставок этой вакцины. Необходимо, как я уже сказал, как господин министр сказал, принять некоторые действия, осуществить процедуры внутри ТОГа. И как только это произойдет, мы будем готовы рассматривать уже практические шаги. У нас, как вы знаете, продвижением вакцины на внешние рынки занимается Российский фонд прямых инвестиций. Африканский союз сформировал африканскую целевую группу по приобретению вакцины от коронавируса. И на днях состоялась видеоконференция между Российским фондом прямых инвестиций и упомянутой африканской целевой группой, где для наших друзей из Африканского союза была предоставлена соответствующая информация. В ходе видеоконференции были даны ответы на те вопросы, которые возникают в связи с теми шагами, которые необходимо предпринять. Так что, как только соответствующие действия в ТОГО будут приняты, я не вижу больших препятствий. Но повторю еще раз, что распределением вакцин, которые предназначаются для экспорта, занимается Российский фонд прямых инвестиций. У них есть графики. И чем скорее будет вакцина зарегистрирована, тем быстрее мы сможем определиться с поставкой. Добавить мне, честно говоря, просто нечего. Господин министр все сказал. Сейчас действительно просто нужно закончить определенные административные процедуры. Мы запустим процедуру регистрации. Но мы с нетерпением будем ждать спутник ВИИ в нашей стране. Спасибо. И экономика, инвестиции. Здесь мы пока еще немножко отстаем от других стран. Но товарооборот с африканскими странами в России за последние годы достаточно быстро растет. Поэтому, думаю, мы скоро наверстаем упущенное в те годы, когда на заре новой российской государственности у нас просто руки не доходили до поддержания связей с Африкой. Хотя фундамент был заложен еще Советским Союзом очень прочный. И наши друзья об этом помнят. Много африканцев окончили советские, российские вузы. И мы будем, наверное, наверняка будем поддерживать работу ассоциаций выпускников российских вузов, которые во многих странах созданы. Это тоже такое, знаете, очень важное направление контактов между людьми. Поэтому повестка будет охватывать все сферы наших отношений. В этом нет никаких сомнений. Но что касается того, как западные страны реагируют на наши отношения с Африкой, ну, по-разному реагируют. Кто-то нейтрально, кто-то, вот как бывшая администрация Соединенных Штатов, очень негативно. Майк Помпео перед завершением срока президента Трампа, он ездил по Африке и публично призывал не торговать с Россией и с Китаем. Потому что, как он заявил, Россия и Китай с вами торгуют, исходя из своих геополитических интересов, пытаются извлечь геополитическую выгоду. А мы, американцы, говорил он, как раз делаем это от чистого сердца. Ну, я даже не буду комментировать такого рода позиции. Кстати, вот недавно тоже представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник Ви», поскольку, опять же, это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожны, не попасть в зависимость от Российской Федерации. Ну, что сказать, если нечего противопоставить нормальному, дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявление, ну, печально, мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было. Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежными партнерами, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся. Ну, и надеюсь, что остальные все-таки тоже сделают выводы, извлекут уроки и будут с уважением относиться к нашим связям с Африкой.